Здравия, народ! В рубрике Аудиовебы я не делаю выводы, я просто зачитываю интересный, на мой взгляд, материал, который, как мне кажется, достоин внимания и изучения. А мозаику собирайте сами! Евгений Копорев. Славянское прошлое Египта. Статья размещена на ресурсе tartaria.info. Прошлое Египта выступает из тьмы веков. Увы, так называемые древние фараоны Египта были лишь мамелюкскими ханами-атаманами. Они правили казачьей конницей. Рабства в Египте долгое время не было. Мамелюки-воины выглядели примерно так. Но так же одевались и казаки Малороссии и воины Ивана Грозного. Простые земледельцы выглядели, конечно, попрочее. Отметим, что мамелюки захватывают власть в Египте в 1250 году, то есть тогда, когда татарским ханам подчиняется половина мира. Мамелюки-казаки правят в Египте до 1517 года. Затем с 1517 по 1585 годы их власть сменяется правлением властителей Стамбула, Града. С 1585 года казаки-мамелюки снова приходят к власти в Египте и правят там вплоть до 1798 года, когда в Египет вторгается Наполеон. В 1811 году казаков-мамелюков под руководством англичан уничтожают. По мнению англичан, производится зачистка местности от лишнего населения. История Египта непомерно удлиняется. Все делается для того, чтобы в сознании людей стерлась память о казаках Египта. Однако, сведения о славянах Египта еще можно подчеркнуть из некоторых источников. Георгий Пахимерис, 1242-1310 год. Византийский философ, историк, математик, писатель и церковный деятель, учившийся у Георгия Акрополита и занимавший пост протоэгдика в Патриаршем Клире. Писал о том, что Египтом одно время правил Скиф, то есть славянин, создавший войско из своих соплеменников. Эфиопского же султана войти с царем в переговоры побуждала другая нужда. Этот султан происходил из каманов, то есть казаков, примечание автора. И, быв одним из отданных в рабство, имел похвальную причину домогаться союза со своими родичами. Люди на Севере вообще несмысленны и едва ли разумные существа. У них нет ни правил словесности, ни естественных наук, ни познания, ни рассудка, ни экономии в жизни, ни искусств, ничего другого, чем люди отличаются от бессловесных. Они имеют только наклонности воинственные и, будучи смертельны, всегда готовы вступить в бой. Тотчас бросаются, лишь бы кто подстрекнул их. Отношения их друг к другу – какое-то дерзкое и вакхическое. Обычное представление западноевропейцев о русских. Примечание автора. И они служат арею. Поэтому эфиопляне и прежде высоко ценили скифов. Когда приобретали для рабских услуг или когда пользовались ими как воинами. Теперь же и сама власть в Египте находилась в руках скифа. Так скифы с большим радушием были там принимаемы и составляли вспомогательное войско. Но им, нанявшись, не иначе можно было туда переправиться, как через пролив Эвксинского моря. А делать это без согласия царя Базилеса было трудно. Посему к царю нередко присылаемы были послы с подарками, чтобы находившимся на кораблях он позволил войти в Эвксинское. И за большие деньги наняв скифских юношей отправиться с ними обратно домой. Это, как мы знаем, делалось часто. Оттуда присылаемы были к царю подарки. А отсюда плавателям открывался свободный путь к султану Египта. Это делал царь, по-видимому, для пользы нашим. Действительно, в видах сохранения мира пропуск эфиопских кораблей, они же мамилюкские, был полезен. Но, с другой стороны, такое распоряжение приносило и величайший вред. Потому что при частых переселениях юношей с севера, составлявшееся из них эфиопское войско, с течением времени сильно возвысило дух эфиоплян. Так что, прежде довольствуясь сохранением домашней своей безопасности, они стали теперь выходить из своих пределов и вторгаться войною в среду христиан. Эфиопляне, надеясь на составившиеся из скифов войска, выходили из своих мест и всю землю, по пословице, делали медийскую добычу до тех пор, пока мало-помалу, ибо итальянцы не вступали с ними в мирные условия, так как они были и назывались врагами честного креста, не стали нападать даже на самые большие города и не сравняли их с землей. В таких развалинах лежит и теперь славная Антиохия, в таких – Апамия. Разрушенный Тир и Берит тоже испытал Исидон, а с другой стороны стонет Лаудокия. Триполис же и Пталемаида – великие города итальянцев, считаются как бы несуществующими. Да, уничтожен и прекрасный Дамаск, некогда бывший пограничным городом Римской империи к востоку. И решительно ничто не осталось целым, кроме тех мест, которые платят дань армянам. А многочисленное население всех этих городов рассеяно по всей земле, исключая павших или на войне, или в мученических пытках за несогласие отречься от веры. Вот какую, благодаря нашему неблагоразумию или злоумышлению, нашим произвольным стремлениям и желаниям, христианство получило пользу от эфиоплян. Между тем, дерзость тохорцев мы еще удерживали, не мужеством войск, а дружественными, или лучше сказать, рабскими пожертвованиями. Вступали с ними в родственные связи и посылали им подарки, иногда превосходные и величайшие. Таков был второй по времени союз, заключенный с западными тохарцами, которые вышли неизвестно откуда и с огромными силами занимали северные страны под начальством своего вождя Нагая. Царь выдал за него вторую свою незаконную дочь по имени Ефросинию. Отчего и случилось, что дружелюбно получили они то, чем едва ли не овладели бы посредством самой трудной войны. Византийские историки, переведенные из греческого при Санкт-Петербургской духовной академии. Георгий Пахимер «История о Михаиле и Андронике-Палеологах» из 13 книг, том 1, книга 3, «Царствование Михаила-Палеолога», 1255-82 годы. Еще в 15 веке греки, да и не только греки, называли русских скифами. То есть, когда кто-либо из так называемых древних авторов пишет о скифах, мы должны знать, что речь идет о русских. Пахимерис называют жителей Египта эфиопами, но поскольку Эфиопия не имеет выхода в Средиземное море, то, полагаю, следует понимать здесь под Эфиопией Египет. Наименование же воинов каманами-конниками, скифами и ариями позволяет нам однозначно определить, что речь идет о славянах. Пахимер упомянул и о западных тахарах, как о славянах. Следовательно, были и восточные тахары, жившие на территории нынешнего западного Китая, в прошлом Уйгурии. Восточные тахары должны были разговаривать на славянском языке. Эл-Эл Савашкевич писал, что мамилюки в Египте применяли религию, а были первично христианами. Мартын Баумгартин, XVI век, писал «Теперь мамилюки сии все состоят из беглецов христианских, которые, рождающихся своих младенцев, крестят. И сие делают не из благочестия или любви к христианскому закону, но потому, что сами они были некогда крещены. Почему у них никто, как срацин, так и жид или кто-либо другой, не может быть мамилюком прежде, нежели крещен будет?» 1594 год Далее, притом на той же странице, он пишет «Объясняя причину всеобщего крещения мамилюков такие нелепости, что я не счел нужным продолжать цитату». Затем Баумгартин отмечает «Итак, большую часть их, то есть мамилюков, составляет народ разных христианских владений, как то албанцы, сербы, итальянцы, испанцы и некоторые из немцев». «Итак, мамилюки не были арабами, не были тюрками. По описанию Пахимериса, они славяне. Быть может, среди мамилюков были выходцы из Кавказа, так как мамилюки называли себя черкасами. В 1640 году бургомистр Амстердама Николас Витцин в Северной и Восточной Тартарии писал о нравах царивших на Кавказе перед приходом московитов. Черкесы, в особенности пятигорские, не хотят, чтобы их считали за татар, живущих в большом количестве вокруг них в этих местах. И по внешности они выглядят не так, как татары. Пятигорские черкесы, или черкесы с пяти гор, граничащие с крымскими татарами, живут в горах. У меня нет никакого доказательства того, что они татары. Они белы лицом и телом. Это свидетельствует о том, что это люди другой расы. Сообщая далее. Значительная часть населения Тарку, город и владение дагестанских шамхалов, а также Крыма, русские и говорят по-русски. Так вот, кто они, предки мамилюков. Витцин пишет о казаках. Попутно он сообщил, что весной перед началом посевных работ черкесы целый день пьют напиток, называемый буза. Исправляют праздник, танцуя, играя на дудках и прыгая. После этого праздника они начинают обрабатывать землю. Известно, что слово буза, также бузить, бузать, сохранилось только в славянских языках и обозначают, как рот пшенного кваса, обильное питье, стиль рукопашного боя. Так и подготовку к драке, затевать, устраивать бузу, скандалить. Несмотря на то, что считается, что в XVI веке множество казаков переселились на Кавказ, образовав гребенское казачье войско, как это описано у Л. Ржевузского. По нижнему течению реки Борисфена, он же Днепр, в Украине и в окружностях живут племена, также называемые черкесами. Они греко-православного вероисповедания. Ныне находятся под властью великого султана Турецкого. По-моему, неумение отличить этот народ от черкесов у Каспийского моря является причиной того, что они говорят, будто все черкесы язычники, а другие, что все они христиане. Как можно заметить, голландец повествовал, что и в Крыму говорили по-русски, а ведь туда казаки не переселялись. Кстати, нечто близкое писал профессор-ректор Краковского университета Матвей Меховский, 1457-1523 годы, умерший задолго до переселения казаков на Кавказ. В трактате о двух сарматиях. И из его сочинения мы можем узнать места проживания черкесов. К югу от Танайса есть еще кое-какие остатки черкесов. Это весьма дикий и воинственный народ, по происхождению и языку русские. А также Энгельберт Кемпфер, 1651-1716 годы, написавший в своей работе о более поздних известиях. Черкесы называются турками. У них язык общий с другими татарами, но большая часть говорит также по-русски. Итак, следует сказать, что мамилюки были в основном славянами. Язык, на котором они разговаривали, был определен после того, как была дешифрована иероглифическая письменность так называемого Древнего Египта. Тут показаны железные кинжалы, подобные тем, что обнаружены в так называемой гробнице так называемого Тутанхамона. Прямо на его мумии. А на следующей фотографии кинжал Тутанхамона. Присутствие в гробницах так называемых древних фараонов железного оружия полностью противоречит скаллигеровской хронологии, так как считается, что еще не закончился бронзовый век. Между прочим, на ножнах золотого кинжала изображены сцены царской псовой охоты на копытных животных, напоминающих быков или оленей. Такие царские охоты были весьма популярны на Руси. Отметим, что никакие африканские животные, например, львы, бегемоты, слоны, здесь не изображены. Так называемый Тутанхамон носил казачьи газыри. Газыри – цилиндрические вместилища с порохом. Картер и подобные ему понятия не имели, что такое газыри. Поэтому и подложили в гробницу эти артефакты. Хотя они сделаны в средние века. Еще одно мамилюкское царство в XIII веке существовало и в Индии. Оно управлялось славянами. А вот еще один славный мамилюк, основатель султаната Дилийского, которого к тюркам отнесли. Хотя в его имени и есть слово «слейв». Но его тут же бывшим рабом прозвали. Может такое быть? Читайте. Династия мамлюков или династия Гулам была первым султанатом в Дели, в Индии, с 1206 по 1290 год. Основатель династии Хутбе Уддин Айбак был тюркским бывшим рабом. Племя Айбаков, которое поднялось, чтобы командовать армиями и управлять территорией Мухаммеда Гори в Индии. Теперь уж совсем не удивляет Майдан возле Нью-Дели. А вот крепость мамилюков в Индии можно сравнить с цитаделью в Каире. На мосту в Израиле сделан лев, как у нас во Владимире, и в Междуречье древнем Васирии. А вот наши во Владимире. Прямо сестры и братья. Вот что нужно показывать школьникам. Львы улыбаются. Загадка так называемых текстов пирамид не разгадана до сих пор. В них исследователи сталкиваются с тем, что крайне сложно истолковывается. Да и само их открытие было, иначе не скажешь, мистическим. Зимой 1879 года на Каирском базаре профессор Гастон Маспера краем уха прослышал о том, что внутри пирамид Саккары находятся помещения, стены которых покрыты иероглифическими надписями. Карьера этого уважаемого в своих кругах исследователя зависела от того, поверит ли он этим слухам или нет. К чести Маспера он сделал предположение, что раз не затрагиваются ничьи интересы, то эти слухи, скорее всего, похожи на правду. Опросив несколько торговок, он выяснил, что иероглифические надписи видел некий бедуин неопределенного возраста. На закате дня бедуину привиделась стоящая у основания пирамиды пустынная леса, которая он готов был поклясться самым дорогим, что у него было, чтобы убедить всех в своей правоте. Улыбалась ему. Сейномат воспринял эту улыбку как добрый знак и приблизился к пирамиде. У самого основания пирамиды он увидел широкую нору. Эта нора и привела его в короткий коридор пирамиды. Он, подняв факел, зажег его и увидел, что стены помещения покрыты иероглифами, как бы отливающими по золотой. Маспера, прознавшему ослучившимся сномадам, оставалось лишь найти пирамиду с норой у основания. С фонетическими значениями иероглифов вы можете ознакомиться на рисунке 1. Смотри страницу 72-76. Копорев Е.А. Древние славянские письменности. Издательство. Авторская книга 2013 года. Мамелюк. Катафрактарий. Известно, что последней ступенью в развитии египетского языка является коптский язык христианского населения Египта. В 17 веке он был вытеснен арабским языком. Абдар Рахмана Аль-Джабари. Египет. В канун экспедиции Наполеона. Удивительная история прошлого в жизнеописаниях и хронике событий. Том 2. 1776-98 годы. Таким образом, египетский язык являлся разговорным языком христианского населения Египта вплоть до 17-18 веков н.э. Население в это время разговаривало на коптском языке. Что же он из себя представлял? Марко Фаскарина, 16 век, писал в своем донесении. Московитяне говорят и пишут на славянском языке, как далматинцы, чехи, поляки и литовцы. Передают, что язык этот весьма распространен. Ныне он хорошо известен в Константинополе при дворе султана. И даже в Египте у султана Вавилонии. Его обыкновенно можно было услышать в устах мамилюков. Таким образом, донесение Фаскарина свидетельствует о том, что мамилюки Египта были славянами, не забывшими своего родного языка. Не говорит ли это и о том, что мамилюки и копты разговаривали на одном языке? Были представителями одного народа. Просто мамилюки – это военное сословие, а копты – это подданные султана, которые платили налоги. Мамилюки были, как и копты, христианами, о чем свидетельствует, как было указано ранее в первой части, Мартын Баумгартин. Теперь мамилюки сии все состоят из беглецов христианских, которые рождающихся своих младенцев крестят. Баумгартин Мартин фон, 1473-1535. Далее, Баумгартин сообщает, что мамилюки выжигали на пятках знак креста. Тут, судя по всему, он лукавит. Дело в том, что в Египте среди коптов до сих пор распространена традиция иметь вместо нательного креста крест-татуировку на теле. Видимо, так называемые древнеегипетские христиане вместо ношения нательного креста накалывали знак креста на кожу. А в прежние времена, что вполне возможно, не накалывали, а выжигали, чтобы носить изображение креста всю жизнь. О том, что мамилюки были христианами, говорит огромное количество христианской символики, присутствующей на древнеегипетских памятниках. Об этом говорит и использование египетскими христианами коптами древнеегипетских храмов в качестве христианских церквей и часовен. При этом известно, что копты не сбивали иероглифические надписи в так называемых древнеегипетских храмах. Оказывается, еще в XVI веке мамилюки и копты бальзамировали тела своих усопших. Быть может, мамилюки были не славянами, а тюрками? Дело в том, что в средние века, да и в начале нового времени, отличить одних от других было весьма затруднительно. Так, терские казаки, именуемые в государственных актах эр и грузинами, прекрасно знали не только русский, но и тюркский язык. То есть, у них было два родных языка. Что для тех времен не было в диковинку. Например, офицер Российской империи Сергей Плещеев, посетивший Египет в XVIII веке, отмечает, что по просьбе Зюльфигар Бея, египетского сановника, некий грузин Осип Парамонов, охранявший русских дипломатов, постоянно напевал турецкие песни. Чем услаждал слух указанного Бея? Скорее всего, мамилюки, да и копты, равновладели и русским, и татарским языками, которые были для них родными. В мамилюкском Египте меховая шуба была символом высокого положения не только для гражданских, но и для духовных лиц. Шейха Хасана Алхафрави сместили и освободили от обязанностей муфтия шафиитов, назначив вместо него шейха Ахмада Ибн Юсуфа Аль-Халифи, облачив его в шубу почетную, конечно же, Соболью, примечание автора. Но ведь Соболь в Ливанте, как вы знаете, не водится. Соболь и меха хорошо известны на Руси. Здесь он использовался, в частности, в качестве символа власти и знатного происхождения. Так, например, мехом Соболя украшены головные уборы русских царей. И вот мы видим, что в собольных шубах ходят не только русские цари и князья, но и египетские мамилюки. Мы должны перейти к выводу о русском происхождении мамилюков. Видимо, они принадлежали к одному и тому же правящему классу единого государства, расположенного в Евразии и в Африке. Вы верите в то, что рабы, купленные на неволичьем рынке, как уверяют нас псевдоисторики, имели устойчивую привычку облачаться в Соболье и шубе, как русские князья? Их так называемое положение рабов было весьма заманчивым, раз можно было носить с собой и шубы. Разумеется, мамилюки не были рабами в общепринятом смысле слова, так как они подчинялись лишь султану Вавилона, сейчас на месте Вавилона Каир, императорскому наместнику в Египте. Египетские пирамиды созданы из грунта и обложены толким слоем отлитых из геополимерного бетона блоков. Внутри египетских пирамид туристы видят пару камер, несколько проходов, шахт. Но что за пределами этих камер, никто не знает. Мало того, пирамиды Египта созданы на месте естественных холмов. На холмы нанесли землю, сделали соответствующую планировку и обложили отлитыми блоками. Пирамиды Китая также созданы на основе естественных возвышенностей. Бетонными блоками обкладывать их не пришлось. Очень уж китайские египетские пирамиды напоминают скифские курганы. Зачастую мы видим, что пирамиды обкладывают блоками уже в настоящее время, чтобы предотвратить их разрушение. Скоро все пирамиды обложат современными плитами, а туристам скажут, что так было тысячелетиями всегда. Они, разумеется, поверят, так как никому не хочется чувствовать себя обманутым. Но не нужно считать себя обманутыми, ведь скифы – это славяне. Так славян называли греки вплоть до 15 века. Доспехи Мамелюка. Но ведь это доспехи Катафрактария. Автор статьи Евгений Копорев. Статья размещена на ресурсе tartaria.info. Текст читал Яролик. Субтитры создавал DimaTorzok